Photoshop мощно обновился, в него завезли функционалы, новые правила списания, AI-кредитов. И вот чтобы их не профукать, блин, обязательно посмотри это видео. Привет, YouTube Максим Густарёв на связи, а Абоби, как всегда, контора неоднозначных людей. Погнали, Photoshop. С каждым обновлением Абоби закручивают гайки, и халявной генеративной заливке пришёл конец. В большинстве случаев фотографы используют генеративную заливку для удаления лишних объектов и мусора на фотографии, и если срач слишком большой, и простой Remove Tool, задействующий вычислительной мощности, твоего ПК не вывозит, надо генерировать заплатки. И вот эти самые заплатки, если вы по привычке их делаете через лосос последующей генерации, вы задействуете платный функционал. Каждое такое удаление минус кредитный балл. Если у вас свежая лицензия, и вы сидите на 20-гигабайтном плане для фотографов, то у вас будет включено всего 25 кредитных баллов. То есть 25 генераций в месяц, это ни о чём, согласитесь. У старых пользователей баллов больше. Если подписка оформлена до 17 июня 2025 года, будет 100 кредитных баллов. Ну и если до 1 ноября 2023, то вообще 250. Я пользуюсь планом для фотографов с 2020 года, и у меня в распоряжении 250 баллов. Я не могу сказать, что часто пользуюсь генеративной заливкой. Возможно, пару раз в съёмке я её и использую. И вот за 18 дней, с 6 июня, я потратил порядка 40 баллов. Но вот если вы свадебный фотограф, и на заднем плане за молодожёнами нужно будет на 100 фотографиях убрать мусор или бывшего парня невесты, вот тогда баллов может реально не хватить. Итак, если вы не хотите тратить кредитные баллы, не используйте генеративную заливку через лассо. Если нужно что-то удалить с использованием ИИ, юзайте Remove Tool. Просто в меню сверху измените режим работы на Generative AI On и спокойненько затирайте весь мусор. В таком режиме вы всё ещё используете генеративную заливку Firefly, но при этом баллы не расходуются. Можно даже суперсложные и ёмкие задачи выполнять, при этом не потратив ни единого балла. Но это пока. И если зайти в мануал Firefly, открыть функции генеративного ИИ, то мы видим в фотошопе генеративная заливка, расширение, создание фона платные, а инструмент удалить имеет звёздочку. В настоящее время не списываются баллы. В настоящее время. То есть сейчас. И вполне возможно, инструмент удалить будет платным со следующими обновлениями фотошопа. Возможно, осенью конференции Adobe Max генеративное удаление будет уже не бесплатным, а будет стоить, к примеру, четверть кредита. Ну, либо появятся отдельные подписки с AI-баллами. Ну, либо будет возможность приобрести баллы пакетом. В любом случае, я настоятельно вам рекомендую обзавестись лицензионным фотошопом, пока генеративное удаление бесплатно. А, кстати, оформить лицензионный фотошоп из России вы можете через ребят из OneSub. О них я уже не раз рассказывал на своём канале. Если вам нужны сервисы или софт для работы, обязательно забегайте к ним. В арсенале OneSub есть весь необходимый софт для дизайна. Canva Pro, Captcha, Figma, ну и, разумеется, пакет Adobe Creative Cloud, в котором десятки приложений, в том числе самый необходимый фотошопчик с лейтрумчиком. Ключи оформляются лицензионные, с полностью рабочей генеративной заливкой, безлимитным генеративным удалением. А самое главное, эти подписки теперь стабильны. Напомню, Adobe имеет практику блокировки аккаунтов, сделанных из России, и блокирует он их чуть ли не раз в три дня. OneSub же вам предоставляет полностью проверенный рабочий аккаунт, который будет стабилен на всём времени подписки. И это не зависит от того срока, на который вы её возьмёте. На месяц, на полгода, на год, потом в любой момент сможете её продлить. На официальном сайте OneSub можете ознакомиться с договором оказания услуг, почитать отзывы и заказать подписку. Ну и в результате пользоваться генеративной заливкой. Хотя это не самое главное, помимо генеративной заливки. В фотошоп завезли реально стабильно работающие, прокачанные новые функции. Давайте о них. Из крутого у нас мощно обновился Reflection Removal. Напомню, если вы фотографировали через стекло и много лишнего света попадает в кадр, вы идёте в модуль Remove, листаете вниз, здесь находите Distraction Removal. Открываете Reflections и клацаете на галочку Apply. Камера RAW достаточно быстро думает, за пару секунд она находит отражение и их удаляет. Вы можете передвинуть ползунок от минус 100 до плюс 100%. На плюс 100% вы будете получать то, что находится за стеклом. И минус 100% покажет, что именно будет вырезать этот инструмент из фотографии. И на самом деле его мощно обновили, он работает намного лучше. Когда был анонс этого инструмента, я показывал его работу на этой фотографии. И, насколько помните, у нас из основного кадра удалялась и вся земля. Сейчас он намного лучше определяет отражение и само содержание кадра. Ну и обои подкрутили качество. В прошлый раз мы использовали достаточно сложные алгоритмы. Через частотное разложение вытаскивали высокие частоты из резкостной составляющей оригинального кадра. Сейчас нам это делать уже не обязательно. Если вы выберете режим превью, то после удаления качество картинки сильно испортится. Но, благо дело, вы можете поменять алгоритм вычисления и резкость сохранится. До, после, до, после. И это еще не все. Теперь отражение вы можете удалять не только из RAW файлов, но и из JPEG. Просто возьмите background слой, продублируйте его на всякий случай. Идите в фильтр, камера RAW в фильтр. А к ней remove вы сможете убрать отражение. До, после, до, после. Обновление также затронуло модуль HSL в камеру RAW. Теперь вы можете в Color Mixer выбрать вкладочку Point Color. Выбрать любой цвет на фотографии. И в этот цвет добавить вариативности. Такого ползунка в Photoshop еще не было. И он открывает новые механики работы с цветом. Чтобы стало понятнее, объясню на таком примере. Я возьму простую кисть и нарисую несколько цветных плашек подобных оттенков. Это будет зеленый, салатовый и слегка изумрудный. Как видите, эти цвета сейчас не так уж сильно и отличаются. Но если я открою эту фотографию в модуле камер RAW, пойду в Color Mixer, Point Color, возьму пипетку, кликну на мой зеленый цвет. И по привычке я могу через ползунок Hue менять оттенок, переводить более в желтые цвета, либо в более холодные. Также я могу работать с насыщенностью, делать более насыщенными цвета и менее насыщенными. Ну и разумеется яркость. Все эти механики мы с вами давно знаем. Ползунок же Variance, вариативность, позволяет наш исходный цвет сделать максимально отличным от окружающих его оттенков. При движении ползунка вправо мы видим, что изумрудный оттенок стал более голубым, а желтый оттенок перешел в более оранжевый цвет. До, после, до, после. Если я Variance уберу в минус 100, то, как видите, вариативность всех трех оттенков снижается и цвета становятся более подобными. В реальной фотографии вы можете использовать этот инструмент в двух механиках. К примеру, если на лице вашей модели достаточно большое количество красных, желтых пятен и все выглядит пестро, вы можете привести скинтон к общему знаменателю, уменьшив процент вариативности. Либо, если вы наоборот хотите добавить вариативности, вы можете выбрать нужный вам оттенок, поднять вариативность. В данном случае я бы остановился где-то на 30%. И таким образом лицо вашей модели, если на нем изначально нет каких-то супер вот явных красных деструктивных пятен, добавляя вариативность, вы добавляете и цветового объема фотографию. Лицо становится более живым, менее пластиковым. Но я нашел и еще одну механику, как это можно использовать. Давайте создадим копию слоя, опять пойдем в модуль Camera Raw, Откроем Color Mixer, Color Point, возьмем пипетку, клад с ним на лицо. Если присмотреться, повышая, понижая Variance, мы можем увидеть, как меняется и объемная составляющая. Почему бы нам не использовать эту объемность исключительно в лице и интегрировать ее, игнорируя цветовые изменения? Я подниму Variance на плюс 100%, нажму ОК. А дальше слой Layer 1, который ну очень сильно добавляет вариативности цвет, я переведу в режим наложения Luminosity. Таким образом, я перенесу только контрастную составляющую и немножечко объем на лице увеличится. Таким образом, вы можете увеличить объем на абсолютно разных фотографиях. Открыв Color Mixer, Color Point, выбрав цвет, подняв Variance, мы как бы немножечко раздвигаем и контраст. Нажимаем ОК, переводим в режим наложения Luminosity, до, после, до, после. И это здорово, что мы можем теперь добавлять объем на наших портретируемых, в том числе основываясь на и цвете лица модели. Едем дальше. Обновление для вас может показаться не совсем актуальным, но мне кажется, за ним будущее. Сейчас мы с вами работаем в 8-битных sRGB-SDR форматах. Но сейчас многие устройства поддерживают HDR, у многих OLED-экраны с очень широким динамическим диапазоном. И простой JPEG редко используется для сохранения HDR-изображений. Если вы откроете любой RAW-файл, то вы увидите то, что вы можете работать в HDR-режиме. То есть, выходить за пределы классического динамического диапазона простых мониторов и уже делать изображения с учетом того, что просматривать их будут на HDR-поддерживаемых системах. К примеру, Instagram сейчас поддерживает HDR-фотографии. Вы можете загрузить прям несколько картинок в SDR в HDR-режимах и увидеть, насколько они будут отличаться. Так вот, если вы работаете в HDR-режиме, вам, само собой, нужен специальный монитор, который будет HDR-отображать. Вы можете сохранить этот файл в формате HDR с глубиной, к примеру, 16 бит. Потом открыть его в Photoshop, попиксельно его обработать, сделать частотное разложение, пластику. То есть, все, что мы делаем с простыми фотографиями. А потом экспортировать его в HDR-режиме в формате, к примеру, JPEG XL либо AVIV, которые, в свою очередь, поддерживаются Instagram. И уже HDR-обработанный файл с частотным разложением вы можете закинуть в Instagram. Не факт, что в данный момент этой механикой люди будут пользоваться, но Photoshop уже начинает постепенно подготавливать почву к переходу к более емким и широким, опять же, по динамическому диапазону файлам. Кстати, если вам интересна тема подготовки HDR-изображений для постинга в Instagram, обязательно пишите мне в комментарии. Я запишу подробный ролик, как такие кадры можно подготовить. Стабильную версию Photoshop также занесли автоформатирование текста выравнивания в колонке. Если вам нужно написать какой-то простейший заголовок, если вы хотите, чтобы все слова в этом заголовке заполнили по горизонтали все пространство, вам достаточно выделить весь текст и нажать на клавишу T с молнией. Теперь все слова будут изменять свой размер в соответствии с блоком, куда вы пытаетесь их вписать. Ну и в заключении обновленный Select People. Когда вы нажимаете на Select People, у вас появляются иконки с каждым человеком, изображенным на фотографии. Вы можете выделить его по отдельности, можете выбрать несколько человек, ну либо можете выбрать только отдельно. Отдельно. Волосы, брови, глаза. Можно прокликать некоторые участки и выбрать что-то отдельное. К примеру, я хочу поработать только с кожей, а можно даже вот отдельно бороду выбрать. Давайте прокликаем кожу лица, уши, само собой борода. Рот не трогаем, он определяет губы и их не выделяет. Нос, ну и брови. И у нас появляется выделение ровно на той области, которую мы с вами прокликали. Можно создать корректирующую кривую, чуть-чуть поднять экспозицию, либо наоборот ее затемнить, инвертировать маску. И таким образом мы немножечко сакцентируем внимание на портрете. Маску можно чуть размыть через фэда. До, после, до, после. На самом деле, этот инструмент себя отлично раскроет в свадебные фотографии, в рекламные фотографии, когда у вас много персонажей в кадре, и нужно их по отдельности всех как-то обтравить. Вот чтобы обтравку не делать на каждого по отдельности, можно пользоваться этим инструментом, пушка считаю. В целом, есть смысл выновить фотошоп. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, мне будет приятно. Ну и увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok